Всем привет! На канале уже были ролики о создании загрузочной флешки с macOS. Давайте же сегодня рассмотрим на примере, как установить macOS на фирменные компьютеры Apple. Установка будет производиться на Mac Mini 2018 года, но сам процесс установки не будет сильно отличаться и от других настольных решений от компании Apple. Хватит играться, давайте начинать! Нажимаем клавишу Alt и перезагружаем наш компьютер и продолжаем держать эту клавишу. На данном этапе клавишу Alt можно отпустить. Выбираем USB носитель, Install macOS Monterey. Здесь нам нужно выбрать язык установки. Я выбираю русский язык и нажимаю кнопку продолжить. Выбираем дисковую утилиту. Нажимаем продолжить. Нажимаем пункт вид. И показать все устройства. Нажимаем на корень нашего SSD диска и нажимаем стереть. Пишем любое имя. Формат и схему разделов мы не трогаем. Это новая операционная система Monterey. Она не будет работать в формате, если мы выберем macOS Extended, журналируемый. Поэтому мы выбираем Apple File System и схему разделов White. Нажимаем кнопку стереть. Ждем форматирования нашего диска. Все данные на диске будут удалены. Обратите на это внимание. Закрываем. И нажимаем кнопку установить macOS Monterey. Нажимаем продолжить. Принимаем лицензионное соглашение. Нажимаем принять. Выбираем наш SSD диск, куда будет производиться установка. Нажимаем продолжить. И ждем пока операционная система macOS Monterey будет установлена на диск. Это займет некоторое время. И на данном этапе я бы рекомендовал изменять положение мыши, чтобы система не ушла в сон. На данном этапе изменять положение курсора уже не требуется. Компьютер будет несколько раз самостоятельно перезагружаться. Загрузка практически завершена. Осталось финальные настройки. Выбираем страну. Нажимаем кнопку продолжить. Письменные и устные языки. Я нажимаю продолжить. Я ничего здесь не меняю. Универсальный доступ. Если требуется. Подключение к Wi-Fi и интернету я произведу позже. Нажимаю кнопку продолжить. Данные конфиденциальности. Нажимаю продолжить. Ассистент миграции мне тоже не требуется. Нажимаю не сейчас. Принимаем лицензионное соглашение. Нажимаю кнопку принять. Здесь нам нужно указать полное имя. Учетная запись создаться автоматически. Заглавные буквы в учетной записи использовать нельзя. Вводим пароль. Подсказку если требуется. И выбираем иконку нашего профиля. Ее не обязательно изменять. Нажимаем сохранить. И продолжим. Ждем пока наша учетная запись создастся. Део локацию я не включаю. Нажимаю продолжить. Не использовать. Выбираем часовой пояс. Продолжить. Аналитику я также отключаю. Не буду передавать данные в компанию Apple. Экранное время я настрою позже если это потребуется. Выбираем стиль оформления. Светлый, темный или автоматический. Который включается по времени. Я выбираю светлый фон. Нажимаю продолжить. Здесь предупреждение то, что нам нужно будет ознакомиться с российским программным обеспечением. И мы попадаем на рабочий стол. Ассистент настройки клавиатуры. Если вы используете не фирменную клавиатуру Apple. Я нажимаю завершить. И здесь нам требуется ознакомиться с программным обеспечением. В данном случае это мой офис стандартный. Закрываем это окно. Установка данной операционной системы завершена. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. До новых встреч.